То новый пристав Семён Ильич Прачкин ходил по своей комнате из угла в угол и старался заглушить себе неприятное чувство. Вчера он заезжал по делу к воинскому начальнику, сел нечаянно играть в карты и проиграл. Восемь рублей. Сумма ничтожная, пустяшная, но без жадности и корыстолюбия сидел в ухе странного и упрекал его в расточительности. Восемь рублей. Экая важность. Заглушал себе прачкин этого веса. Другие больше проигрывают. Да ничего. И к тому же. Деньги делал наживное. Вот съездил раз на фабрику или в тракте Рылова. Вот тебе и все восемь. Это же ещё больше. Зима, крестьянин торжествуя. Монотонно забрел в соседней комнате с инстантового Ваня. Крестьянин торжествуя, обновляет путь. Да и отыграться можно. Кто это там торжествуя? Крестьянин торжествуя, обновляет путь. И обновляет. Торжествуя. Продолжала размышлять прачкин. Гребить бы ему десяток горячих, так не очень бы торжествовал. Чем торжествовать? Лучше бы подать и исправно платил. Восемь рублей. Какая важность. Не восемь тысяч. Всегда отыграться можно. Его лошадка снег почуя. Снег почуя. Придётся рысью как-нибудь. И ещё бы она вскачь понеслась. Рысак какой нашёлся. Скажи на милость. Кляча, кляча и есть. Поскачи только мне. Так я тебе такого скипидару пропишу. Что лет пять не забудешь. И зачем это я с маленькой пошёл? Пойди я стуза отрев. Не был бы я и без двух. Бразды пушистые взрывая. Летит кибитка удавая. Бразды пушистые взрывая. Взрывая взрывая. Бразды взрывая. Бразды. Скажет же такую штуку. Позволяет же писать. Прости, Господи. Всё десятка в сущность не наделала. Принесли же её черт не вовремя. Вот бегает дворовый мальчик. Дворовый мальчик. В салазке жучку посадив, посадив. Стало быть, наелся, хлебегает, добалуется. А у родителей нет того умения, Чтобы мальчишку-то заделал усадить. Чём собаку-то возить. Лучше бы трава колол Или священное писание читал. Собак тоже развели. Не пройти, не проехать. Было бы мне после ужина не садиться. Поужинать бы, да и уехать. Ему и больно, и смешно. А мать грозит, а мать грозит ему в окно. Грозит, грозит, лень на двор выйти да наказать. За дровую мушубенку, да чик-чик, чик-чик. Это лучше, чем пальцем грозит. Кто это сочинил? Спросил громко прачкин. Пушкин, папаша. Пушкин. Хм, должно быть чудак какой-нибудь. Пишут, пишут. А что пишут? И сами не понимают. Лишь бы написать. Папаша, мужик муку привёз. Крикнул Ваня. Принять. Ну, ему камера завеселила прачкина. Чем более он утешал себя, тем чувствительнее становилось для него потери. Так было жалко восьми рублей. Так жалко. Точно и в самом деле проиграл восемь тысяч. Когда Ваня кончил урок и умолк, прачкин встал у окна и тоскуя в перел свой печальный взор в снежные сугробы. Но ведь сугробов только растеревел его сердечную рану. Он напомнил ему о вчерашней поездке к вольцкому начальнику. Заиграла желчь, подкатила под душу. Потребность излить на чём-нибудь своё горе достигла степеней, не терпящих отлагательства. Он не вынес. Ваня, крикнул он, иди я тебя высеку за то, что ты вчера стекло разбил. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok